Эпиграфом к этой работе могли бы служить слова ее автора «Я всю жизнь доречу любил солнце и хотел писать солнце». Небольшая картина Верещагина создана на основе продуманной переработки натурных впечатлений и не является этюдом, написанным непосредственно с натурой. В то же время художник, сближая картину и этюд, сознательно стремится придать изображенной им сцене на улице индийского города как бы этюдный характер, чтобы усилить впечатление естественности, жизненной достоверности образа. Он хочет вызвать у зрителя ощущение соприсутствия случайно увиденного момента, поразившего вдруг своим эффектом великолепной яркой красочности. С этой целью Верещагин использует прием фрагментарной кадрировки композиции, в том числе среза большей части фигуры одного из пеших воинов, сопровождающих всадника, и изображает всю группу сзади, словно она прошествовала мимо зрителя, который продолжает глядеть ей вслед. В картине нет развернутого действия, но она выразительно передает характерные приметы жизни Индии. Силу солнца, многоцветность, живую связь современности со стариной. И в самом деле, где еще, кроме Индии, можно было встретить на улице век пароходов, железных дорог, телеграфы и новинок огнестрельного оружия второй половины девятнадцатого столетия воинов в кольчугах с копьями, с савлями и щитами? Солнце, заливающее улицу у стены дворца Магараджи, Велищагин передает контрастами цвета, резкостью тени, избегая пленарной живописи, которая заставила бы его следовать реальному оптическому впечатлению, разбилять краски на синем свету. Художник, напротив, поступает, как французские академисты-ориенталисты, повышает яркость, интенсивность цвета, чтобы придать своей работе нарядную декоративность. Цвет ложится локальными пятнами, но внутри них разрабатывается с использованием то фактурных, то гладких мелких мазков. Забудясь об общем впечатлении своего экзотического образа, Велищагин не забывает и тщательной чеканки мелких деталей, вплоть до сергеухи всадника в узумрудном одеянии или элементов сбруи и коня, крытого, шитой золотом попоны. Голубоватые тона рефлексов, ложащиеся на фигуры и предметы, напоминают о том, что все происходит под открытым небом. Но очертания фигур четкие, не смягченные и не затронуты этим условным напоминанием о воздухе. Академическое начало в картине сказывается и в том, как Велищагин словно случайным наклоном фигуры всадника незаметно добивается равновесия масс в диагональной композиции, которая кажется асимметричной. Субтитры создавал DimaTorzok